здравствуйте друзья у нас раннее утро 6 часов а мы выбрались в лес жара у нас стоит страшная поэтому решили мы выйти с утра пораньше может быть найдем какую-то землянику ключевое слово может быть не факт что мы найдем вот там вайдова в тиши в тишине и вдалеке но я туда не пойду поскольку все уж очень расистая ну вперед за земляникой замечательная льнянка которая выросла прямо на стоянке выглядит просто не заснять ее невозможно дети львиный зев ну или льнянка вот все та же старая железка которую мы зимой видели весной ландыши собирали а сейчас она летом в цвету смотрите какой желтенький отчиток у кого есть альпийская горка прекрасно знают эти отчитки здесь он дикий лесной а вот и смолка не зря так называется смолистый у нее стебелек дабы всякие вредители не ползли драгоценным цветкам а только перелетные насекомые вот земляника земляника то есть ягод на ней пока нету даже еще какие-то цветочки где ягода земляника зелененькие ягодки зелененькие ягодки жара стоит то был холод теперь жара нету земляники зато можно рассмотреть детально цветочек и понять что это семейство разоцветные типичные пять лепесточков и все такое что мы помним еще с детства с уроков ботаники значит просто прогуляемся подышим воздухом посмотрим что здесь делается летом разные лишайники у нас имеются и красивые белые про которые я много рассказывала а вот это а вот это тоже лишайник один из его видов какой забавный если они ошибаюсь мне не подводит память по моему это один из листовидных лишайников хотя может быть более крутые специалисты меня и поправят а вот земляника земляника мы аж три ведра набрали ну ведра правда по одному литру но тем не менее их 3 а ты вот такая зеленая а вот остатки от ландышей которые так классно пахли в конце мая начале июня ну скоро на них будут красные ягодки которые ядовиты кукушкины слезки красивые травка которую я выучила в детстве одной из первых мне было лет пять когда мама показала мне эту травку и сказала кукушкина слезки и с тех пор я ее помню а вот наша северная орхидея любка двулистная иногда еще и называют ночная фиалка пахнет изумительно вот это растение занесено в красную книгу и охраняется потому что очень часто она растет на лугах и очень страдает от покоса и от выпаса скота семейство орхидные как я уже сказала вот дошли мы до зарослей ландыши которые мы так хорошо собирали в конце весны но ландыши как я уже показала цвели и тут начинают расцветать иван да мария но пока еще только мария пока еще желтенькая мария которая чуть позже превратится в синий иван чуть попозже пока еще только марюшка ждет своего ивана а здесь на солнышке мария уже дождалась и вана и ван это синенький синенькие листочки и на солнышке конечно они более яркие и тут уже иван да мария дружной парочкой а здесь во всю распушилась сон трава отцвела ты давным давно я как-то пропустил ее я вам говорила что что-то у меня там то ли машина была сломана то ли еще что-то не увидела ее прекрасного цветения но зато мы можем полюбоваться на не менее прекрасное распушение это конечно же семена у которых принцип как у одуванчика еще немножечко они постоят позреют и полетят потом по ветру вот какие семена такой же принцип как у одуванчика легкие пушистые а кукушка то как завелась столько разных растений в лесу что даже не знаю все названия вот какая травка понятно что семейства злаковые а как называются понятия не имею цветет себе но до чего красивая какая гвоздичка тоже не знаю как называется она такая красивая довольно редкая а а а Комна кончики мои, светите степные, песенка такая есть. Красота да и только, это цветите лесные. Рядом дорога большая, далеко мы не углублялись в лес, поэтому слышен транспорт, уж извиняйте. Хочется понять, черник это будет в этом году или нет. Хотя я ищу очень-очень рано, да и места эти не сильно черничные. Но тем не менее, сама черника-то у нас растет практически везде. Где понемножку, где по чуть-чуть. И вот тут кустик другой всегда можно встретить. Давайте посмотрим. Вот растет кустик черники. Ягод полно, я вам скажу. Конечно, они еще зеленые, еще две, а то и три недели. Но будет, будет, ягод много. Опять же, конечно, все будет зависеть от погоды. Если будет сушь непроглядная, непросветная, то, наверное, она будет мелкой. Ну, а если польет ее дождичком, то, может, ничего. Ну, вот идем мы по старой железной дороге, по старой русской колейке. Рассказывала я про нее, много раз показывала, но, по-моему, я ни разу не показывала, что шпалы остались до сих пор. Видите? Какова прочность. Конечно, они заросли, землей засыпались, но, тем не менее, все еще есть. А вот зятел искал вкусные личинки. Ох, вкусно, наверное, ему было. Сухая сосна. И последнее, что я вам сегодня покажу, куда мы пришли, – это памятник. Памятник. Памятник этот стоит давным-давно, но как-то все я его обходила вниманием. Памятник. Памятник Адольфу Лейбскалну, спортсмену, знаменитому спортсмену прошлого века, который принимал участие и в советское время по спортивной ходьбе. – выдающийся спортсмен, который устанавливал многочисленные рекорды. Он жил где-то тут недалеко и тренировался тоже здесь. И вот здесь ему теперь установлен памятник. Дорожка. И тут, очевидно, когда-то была липовая аллея. То есть она и сейчас есть, тоже, очевидно, какая-то была дорожка. Где-то тут он жил недалеко. Ну вот, друзья, вышли мы на дорогу. Тоже лесная, но побольше, чем та, по которой мы шли. Возвращаемся уже к машине. Ничего мы не набрали, кроме впечатлений и свежего воздуха. Ну да, так есть. Считается, что июнь – самый пустой месяц в смысле плодов. Ни грибов, ни ягод. Грибы кое-где, говорят, были. Но сейчас у нас такая жара и сушь, что их нету. Но это ничего. Зато мы полюбовались природой, подышали свежим воздухом. И возвращаемся в прекрасном настроении. А на этом я с вами попрощаюсь. Всего вам самого доброго, самого светлого, мирного неба, хороших дней и прекрасного настроения, здоровья и счастья. До свидания, друзья.